Мы находимся в четвертом зале нашей экспозиции. Он посвящен истории нашей компании. Слева от меня вы видите панорамный экран. На нем демонстрируется короткий по времени, но очень емкий по своему содержанию видеоролик. Всего за 4 минуты можно увидеть историю создания Газпром Трансгастомск от первого газопровода до силы Сибири. Прошу обратить внимание на цитаты, которые выводятся на стены. Это цитаты Анатолия Титова, Вячеслава Толмачева, Виталия Маркелова. Вы попросили каждого из наших руководителей собственной рукой написать текст, в чем заключается секрет успеха предприятия. Технология повторяет полностью каллиграфию и скорость письма. Главная ценность нашего предприятия – это коллектив, люди, которыми мы гордимся. Именно эта мысль объединяет высказывания каждого из наших руководителей. А это по-настоящему редкий снимок, уникальный снимок, сделанный зимой 1976 года. Вы видите реальную фотографию строителей магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ «Парабель-Кузбасс». Была минута отдыха на трассе, редкая для того напряженного времени. И фотограф смог запечатлеть работников строительного управления 17-300 Тюмень-Ефтегаз-Строй бригаду Владимира Антоненко. Рядом мультимедийная книга, посвященная первопроходцам. Книга включает в себя 15 биографических очерков о людях, которые работали в Томской дирекции строящихся газопроводов и вошли в компанию первого директора Вячеслава Толмачева, проработав на предприятии более 15 лет. Листая страницы этой книги, можно познакомиться с непридуманными историями, свидетелями которой были эти люди. Рассказ сопровождается показом редких фотографий и документов. Говорить об истории предприятия невозможно без рассказа о его филиалах. Сейчас в «Газпром Трансгастомс» 26 филиалах в 14 регионах Российской Федерации. Каждая из них выполняет свою миссию. Вы видите три удобных зоны погружения с информационно-справочной системой о филиалах компаний. Интерфейс этих терминалов отличается удобной и понятной навигацией. Вы видите визитку филиала, здесь же расположена кнопка «География». Можно посмотреть карту производственной деятельности. А также она содержит разделы «История», «Пульс», «Трасса», «Персонал», «Корпоративные проекты». Каждый раздел имеет и свои подразделы. По сути, здесь собраны мини-музеи каждого филиала. Зоны погружения имеют форму летописи, которая дополняется и сохраняется ежегодно. Основные исторические вехи и события в летописи всего общества «Газпром Трансгастомск» разделены на темы и представлены на интерактивном столе, который мы назвали «Лента времени». Огромный пятиметровый стол разделен на восемь экранов кадров, каждый из которых может работать автономно. Нажав на иконку на столе, мы запускаем просмотр любой из них. Содержание темы можно перелистывать пальцем, как страницу электронной книги. Последний экран предусмотрен для просмотра видеофайлов. Более 20 основных тем сейчас размещено в инсталляциях, а поскольку наше предприятие успешно работает, растет и развивается, темы пополняются ежегодно. Обратите внимание на стену, карта «Мэппинг» удобна для показа сценариев развития, а именно с точки зрения расширения географии производственной деятельности предприятия. Сегодня здесь предусмотрен просмотр трех сценариев. Создание единой системы газоснабжения, газотранспортной системы «Газпром Трансгаз Томск» и будущее магистрального газопровода «Сила Сибири». Мы продолжаем знакомство с залом истории. На стенде «Витрина» с экспонатами размещены газоанализаторы, приборы для измерения различных параметров, радиостанции. Достаточно нажать на фотографию экспоната на планшете, и мы получим подробное описание предмета, когда и где он использовался, его назначение, подробную информацию, историю, связанную с ним. Все экспонаты, представленные в инсталляции, имеют для нас не только историческую ценность, в каждом из них реальные жизни и судьбы людей. Мы не остановились на классической форме выставочной витрины и придумали витрину с выдвижными ящиками, в которой также представлены экспонаты, позволяющие погрузиться в историю нашего предприятия. Интересно то, что информация об экспонатах представлена в роликах, которые запускаются при открывании крышек от ящиков или их выдвижение демонстрируется на вертикальный экран. Перед вами кусок окаменевшей земли, который был найден в поселке Чижимто Томской области при ликвидации аварий на магистральном газопроводе. Во время разрыва газопровода местность охватывал пожар, и пламя достигала до 30 метров в высоту. В результате земля вокруг превращалась в камень. Вот такой камень был подобран на месте аварии больше 30 лет назад и передан в наш музей. Здесь же рядом еще один любопытный экспонат. Это сотовый телефон, которым пользовался наш первый генеральный директор Вячеслав Толмачев в 90-е годы.